Училась я в музыкальной школе в Магадане, далее обучалась я эстрадно-джазовому вокалу в городе Хабаровске. И так получилось, что мы с семьей переезжали сюда, в Пензу. Собственно, я начала заниматься в эстрадной студии «Лель» под руководством Светланы Владимировны Фигаровской, чему я очень рада, и вот как-то дорожки и пути меня привели сюда, в филармонию, в замечательный коллектив, которым я очень дорожу. Скажите, пожалуйста, а как получилось с Дальнего Востока на Поволжье поменяли, обменяли? Родственники повсеместно. Родственники живут и в Магадане, и в Хабаровске, и во Владивостоке, и в разных городах вообще России, поэтому для меня... Решили приехать в Европу? Да почти, да. Ну, разница большая вообще, чего не пожалели, как, что и зачем? Нет, не пожалела. Жизнь меня разная? Жизнь разная, так как Хабаровск — это центр Дальнего Востока, естественно, там быстрее какие-то моменты происходят, например, даже культурный обмен и так далее, то есть дни немецкой, польской, французской культуры и так далее, это все было, это было достаточно интересно. В Пензе упор идет на исхонно русскую культуру. Я рада, что я пою советскую эстраду, я рада, что я тоже поддерживаю патриотический дух, но я также не забываю про мою любовь к джазу, естественно, понятно, что я буду это продвигать, мне это интересно. То есть поете его джаз, советскую эстраду, что еще? Может, кто-то хотел сосвоить? Да, в принципе, петь-то можно все, что угодно, главное, как это делать. Вот. Ну, и рэп прочитать, и все. Да, я могу прочитать рэп, это же мой контекст, поэтому я говорю так, и всегда будет все ништяк. Ну, я как понимаю, вы, в принципе, год у вас в рамках этого ансамбля, правильно? Он же появился у нас вот только-только, или вы где до этого выступали? Нет, это первая профессиональная сцена, я как понимаю, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, планы на больше, чего вы бы хотели научиться? Ну, артисты – это такое существо, которое постоянно совершенствуется, правильно? Может, у вас там будущее? Здравствуй, Москва, какая-нибудь академия и так далее музыкальная, поделитесь. Я бы хотела, скорее, брать мастер-классы, изучать, совершенствоваться, ездить, смотреть, естественно, участвовать в фестивалях. Это немаловажно, потому что находиться, скажем так, в четырех стенах, вот, да, и вариться в одной и той же каше, для артиста это губительно, и это не дает ему развития. Поэтому я считаю, что чем больше коллективов, чем больше различных таких вот стихий, в которых варятся артисты, тем лучше, поэтому я за развитие, да. Ну, Москва не сама цель, просто хочется опыта, правильно? Нет, не сама цель, я работала в Петербурге, и, естественно… Россия – это не Москва? Да, Россия – это не Москва, абсолютно. Ну, скажите, пожалуйста, сейчас в рамках вот предстоящего концерта, 27-го числа которого, что будет теперь, сколько песен и не про что? Ну, ориентировочно моих песен, которые я исполню, моих песен, ну, скажем так, известных песен, будет где-то 6-7 песен, и они будут разноплановые, они будут на русском языке, на итальянском языке, на португальском, на английском, вот. То есть вы знаете какие-то языки нормальные, а какие? Или только в рамках песен? Только в рамках песен, к сожалению. Я с удовольствием смотрю по каналу «Культура» курсы португальского языка, понимаю, что я ничего не знаю, и это хорошо, потому что мне это интересно, я так развиваюсь.